Посмотрите, я не удержался, решила заснять. У лакоморья дуб зелёный, золотая цепь над убитом. И днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. Пойдёт направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Так вот, народ Александр Сергеевич Пушкин, оказывается, писал данное произведение именно о нашем острове. Так оно и есть. Остров Пинана, где мы живём, просто магический, на самом деле. Сейчас я вам покажу, куда мы въехали и как приходится ехать. А вот предупреждение, знак, что, пожалуйста, медленно плисло, очень смертельно опасно. То есть передвигаться надо очень медленно. Вот сейчас Алекс вам покажет, как именно он передвигается. Я не рискнула. Мы едем с юга-востока на запад. Вот в крайний юг переезжаем острова. Ну вот откуда я вам показала. В общем, мы сами ещё первый раз здесь на острове. Очень опасно. Тихонько, тихонько. Я даже не рискнула сесть на мотобайк. Само собой, вот парнишки проезжали, они по одному. На БЦХ, на Большом не проехали, и на Маленьком, он весь дребезжал, да, как-то. То есть вот приходится практически пробираться. Но вот обратите внимание, всё равно, асфальт. Это вообще не знам, какие джунгли. Вот даже нормальные люди повесили, я говорю, вам знак, плисло, смертельно опасно. Это на самом деле, посмотрите, даже небо, какого-то заказа. Вот лунная дорожка солнечная, шикарная, на которой я люблю фотографироваться. Море вот. Лунная дорожка, шикарная, на которой я люблю фотографироваться. Нет, 300 здесь нет, посмотрите. То есть это вообще что-то с чем-то. Это ты наедине с природой. Ты получаешь необходимую энергию. Энергия идёт к тебе в таком количестве, что вот каждый камень, каждое растение, каждое дерево, каждая буквально травка незаметно для тебя продаёт тебе огромное количество энергии. Ну, посмотрите, какая природная красота. Красота природная, не тронутая рукой человека. То есть тут растут фрукты, тут на каждом кругу... Гид экскурсовод, там есть не пройдёт. Нет, ну какой гид-экскурсовод? Конечно, они только денежки хотят, им ничего не надо. А тут просто вот мы хотим вам показать именно то, что не показывают никакие гид-экскурсоводы. Я не хочу ничего плохого про них сказать, дай бог им здоровья и удачи. Но они вот, к сожалению, совершенно по неинтересным местам, как бы уже заведомо проплачены, всё в таком духе. Мы, ну, не стремимся к нашей цели, таковой не является. Нашей целью является показать вот эту вот незыблемую, нетронутую рукой человека природную красоту, за которой малазийцы так чтят, так блюдят. То есть тут, ну, просто они молодцы. Где-то даже если вот так вот что-то неухоженное, это моментально убирается, то есть там ухаживается. Вот я ещё раз показывала в непроходимых джунглях, видите, а всё равно какой-никакой асфальт, то есть можно передвигаться на мотобайк. То есть всё равно вот где-то подвязывают деревья, молодцы, то есть где-то ухаживают, срубают, подпиливают, где-то траву сжигают. То есть вот, ну, я могу уйти вот так, не бояться с ней. Хотя тут змей по количеству и числу видов даже больше, чем на Пхукете. Ну вот, посмотрите, какая красота. Это прямо настоящий волкоморь, дуб зелёный, реально. Вот, ну сейчас я закончу практически уже свою съёмку, потому что надо уже, наверное, садиться. Мы вдвоём там поместим, ну, сможем ехать? А, ну всё, вот смотрите, да. То есть вот по такой вот дорожушке маленькой. А вот прям, да, вот сейчас езжай, а я как раз банан. То есть, ну вот, ну да, когда они спелые, ну вот чё их не сорвать, представляете? Вот, то есть вот, смотрите, вот они прям бананчик связка. А вон маленький. Вот, то есть он вот такой вот дорожки, прям тут кое-как. Вот я иду, если честно, я шатаюсь вот даже, ну, сразу извиняюсь заранее, что... Да, вот это вот, весь остров, он как бы, и вот, из навала камней, да, как бы... Скальная порода. Вулканический. Да, остров не вулканический, а скальный. И тут вот, представляете, такие вот лазы. Тут вот точно, ну, как бы, я уверена в том, что здесь водятся все фантастические свещества, начиная от драконов, там, змей. Тут столько видов змей, тут даже больше их, чем на Пхукете. Вот, соответственно, Азия это дракон. Я не удивлюсь, что здесь какая-нибудь огромная змея, потому что тут столько лазов, столько вот... Даже храм для змеи есть. Вот, посмотрите, вот мы сейчас спускаемся по той какой дорожке. А вот, посмотрите, вот камни, вот кто в них водится. Они огромные, там пещеры, там лазы. Тут нет никаких туристов, тут нет никаких, там, американцев, европейцев. Тут нет никого. О май гад! О май гад! О май гад!